Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Ленинские принципы внешней политики и концепция мирного сосуществования». Ведет занятие кандидат медицинских наук Денис Борисович Дегтярев. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодня наша лекция посвящена вопросам соотношения так называемой концепции мирного сосуществования стран с различной политической системой, так как это понимал Владимир Владимирович Ленин, так как проводило политику советское государство до 20-го съезда. И, соответственно, что изменилось после 20-го съезда и после 21-го съезда, который уточнил принципы внешней политики и принятие третьей программы партии. Казалось бы, по названию это одно и то же. Но суть политики кардинально изменилась. И сегодня мы должны рассмотреть, в чем конкретно произошло изменение и к каким последствиям это привело. Забегая вперед, можно сказать, что последствия этого изменения во внешней политике, в концепции внешней политики мы пожинаем до сих пор. И, собственно говоря, сейчас мы видим закономерный результат реализации этой искаженной идеи мирного существования стран с различным общественным строем. Речь идет не о политической системе, а именно о разном общественном строе. Как мы знаем, до сих пор сейчас существуют две системы. Это капитализм и система социалистической страны. Социалистическая система. Соответственно, в капиталистическом мире, как мы знаем, такая фаза капитализма, как империализм. Поэтому есть страны империалистические, есть страны, которые подвергаются угнетению со стороны империалистических стран, есть страны социалистического лагеря. Поэтому вопрос о мирном сосуществовании систем стран с различным общественным строем, он, собственно говоря, остается актуальным. На чем основывался Ленин? На чем основывался Ленин? По формулировке своих принципов внешней политики. Прежде всего, Ленин прекрасно понимал, что само существование социалистического государства в корне идет разрез с устремлениями империализма. То есть это само существование социалистической страны представляет наибольшую угрозу империализму, представляет... Поэтому империалистические страны будут делать все для того, чтобы покончить с социалистической страной, что они и делали, собственно говоря, пытались. Мы знаем, что была интервенция, была попытка вооруженным путем уничтожить советскую Россию. И, собственно говоря, только данный отпор, только тогда, когда наша страна силой доказала право на существование и защитила и себя, и свой общественный строй, на какое-то время мы получили передышку в этой непримиримой борьбе. То есть только борьба и только сила социалистического государства может сдерживать империалистов от того, чтобы они напали на социалистическую страну и, так сказать, ее разрушили или изменили, по крайней мере, изменили тот строй, который в ней существует. И мы знаем, что мировой империализм не успокоился на этом, готовил новую атаку. Эта атака состоялась в ходе Второй мировой войны. И нападение гитлеровской Германии на Советский Союз было не случайным. Гитлеровскую Германию активно готовили, вооружали, науськивали на Советский Союз. Не только для того, чтобы, так сказать, получить те ресурсы, которые есть в нашей стране, но и для того, чтобы разрушить первое в мире социалистическое государство, для того, чтобы делать невозможным дальнейшее движение к социализму. Почему возникла сама концепция мирного существования? Возникла она потому, что капитализм развивается неравномерно. И оказалось, что победа социалистической революции в начале возможна в отдельно взятой стране. А мировая революция, то есть революция прежде всего в передовых развитых капиталистических странах Европы, запоздала. Поскольку пожар мировой революции не разгорелся, возникла необходимость в таком сосуществовании, потому что понятно было, что сразу, так сказать, этот вопрос в мировом масштабе не решается. Социалистическая страна по своей сути является страной миролюбивой, то есть поскольку в основе идеологии, в основе внешней политики лежит принцип пролетарского интернационализма прежде всего. То есть лозунг коммунистической партии. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Соответственно, у пролетариата различных стран нет противоречия между собой. И страна, где установлена диктатура пролетариата, не может вести захватные агрессивные войны, не может претендовать на другие территории, и не может, соответственно, то есть должна проводить мирную политику. Но имеет право себя защищать, отстаивать. И мы знаем, что в 18-м году был выдан пловник социалистического отечества в опасности. То есть пролетариат, победивший в войне, обязан защитить свою страну, свое государство, соответственно, против тех сил, которые хотят его разрушить. С другой стороны, классовая борьба между классом бурразии и классом пролетариата с победой пролетариата в отдельно взятой стране не прекращается. Она продолжается, с одной стороны, в капиталистических странах идет, то есть внутри стран идет классовая борьба, и эту борьбу необходимо поддерживать, иначе это будет изменное дело рабочего класса. Кроме того, империалистические страны продолжают угнетать страны-зависимые колонии или полуколонии, и в этих странах идет национально-освободительная борьба, которая расшатывает систему мирового империализма, соответственно, такую борьбу тоже необходимо поддерживать. Поэтому политика, внешняя политика советского государства, так как ее мыслил Владимир Ильич Ленин, двояко. Бурразные историки говорят, что здесь заключено противоречие, но на самом деле здесь никакого противоречия нет. То есть, с одной стороны, необходимо проводить миролюбивую внешнюю политику, заключать временные союзы с капиталистическими странами, проводить, осуществлять торговлю, создавать организации для коллективной безопасности, с одной стороны, но с другой стороны, не оставлять и классовую борьбу, понимать, что это временная передышка, и есть необходимость поддерживать как национально-освободительное движение, так и классовую борьбу в капиталистических странах. Поэтому в довоенные годы было две в Советском Союзе было две, по сути дела, организации, которые проводили вот эти две линии внешней политики, то есть, было Министерство иностранных дел, Комиссариат иностранных дел, и был Коминтер, то есть, Россия входила в Коминтер, который, собственно говоря, осуществлял поддержку классовой борьбы и национально-освободительного движения. Что произошло в период правления Хрущева, то есть, 20-й, 21-й съезд и принятие религионистской третьей программы партии. Значит, произошла подмена понятий. В чем оно заключалось? В том, что этот принцип мирного существования, который был направлен на то, чтобы сохранить социалистическое государство, для того, чтобы проводить вот эту вот политику, о которой я упомянул, этот принцип был возведен в абсолют. И принцип мирного существования был провозглашен основным принципом, главным принципом внешней политики. То есть, ни о какой классовой борьбе в международном масштабе уже речи не шло. речь шла о том, чтобы сотрудничать с системой, с мировой капиталистической системой. И, несмотря на то, что постоянно вот это сотрудничество омрачалось нарушениями всех договоренностей и, по сути дела, наступлением на интересы советского государства, интересы социалистических стран, интересы трудящихся в других странах, со стороны стран капиталистического лагеря, несмотря на это, на это, несмотря на то, что шла холодная война, шла гонка вооружений, несмотря на все это, вот эта концепция оказалась очень живучей. При Хрущеве она получила свое развитие, в годы Брежневского правления несколько, скажем так, она была оставлена в сторону и расцвела бурным цветом при Горбачеве. Перед перестройки, новое мышление, переговоры, сдача всех позиций в социалистических странах, постоянные уступки Соединенным Штатам Америки, распад Советского Союза. Тем не менее, это не привело к отрезвлению тех сил, которые стояли за этими событиями. мы видим, что по-прежнему Запад считался другом, считался партнером, но уже несколько в другом ключе, потому что Хрущев, например, думал, что мы будем на равных с Америкой, так сказать, править миром. есть две силы, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз с социалистическим лагерем, так сказать, будем делить сферы влияния, будем осуществлять политику в тех странах, которые, так сказать, идут в русле социалистических преобразований, ну и, так сказать, вот фактически это решило о разделе сферы влияния. То, конечно, после распада Советского Союза, развала Советского Союза ситуация изменилась, уже ни о каких отношениях двух гегемонов речи быть не могло, что экономическая мощь, прежде всего, значительно снизилась, хотя остался существенный военный потенциал. Вот эта болезнь, так сказать, мирного существования и сотрудничества с мировым капиталом передалась по наследству российскому правительству. И мы видели, что, в общем, до последнего времени, вплоть до, наверное, начала СВО, а может быть, даже и сейчас еще, собственно говоря, сохранялись иллюзии того, что можно не только замирить, так сказать, империалистического хищника, но и быть с ним в каких-то добрососедских, партнерских отношениях. все это оказалось совершенно, совершенно, так сказать, пустым, да, и мы видим, что, конечно, ни о каком мирном существовании на достаточно длительный период времени речи быть не может. Поэтому тема остается актуальной. Надо сказать, что это противоречие между ленинской концепцией мирного существования и хрущевской концепцией не оставалось незамеченным и конечно прежде всего коммунистическая партия Китая в свое время выступила с обоснованной критикой положений хрущевской внешней политики и с достаточно подробным развернутым анализом ленинской внешней политики и его принципов. И в 1963 году в двух печатных изданиях это газета для Миньжи Бао и журнал Хунци вышла статья «Две диаметрально противоположные политики мирного существования». Это была шестая статья по поводу открытого письма ЦК по ПСС. Рекомендую найти эту статью может быть даже иметь смысл выложить ее на сайте Фонда Рабочей Академии потому что там как раз приведен во-первых этот анализ сравнения ленинских принципов и хрущевской внешней политики и в общем-то сделаны пророческие предупреждения и все эти по сути дела все эти пророчества даже это не нельзя сказать пророчества это просто научное предвидение то есть что произойдет если следовать вот этим курсам собственно говоря это и произошло и я хотел бы немножко подробнее остановиться на этой статье процитировать ее вне основные положения потому что действительно это такой качественный труд по данным по данной теме что в чем состоит основная идея Ленина о политике мирного существования так как это изложили китайские коммунисты во-первых Ленин указывал что само существование социалистического государства в корне идет в разрез за желанием империализма хотя социалистическое государство и проводит неуклонно мирную внешнюю политику империализм все же никогда не согласится жить в мире с ним он постоянно использует все возможности ловит всякий удобный момент чтобы выступить против социалистической страны и уничтожить ее ну и мы видим что когда не удалось военным путем уничтожить крупнейшую в мире социалистическую страну действуя через пособников сторонников капитализма в нашей стране им удалось это сделать хотя страна так сказать не была уничтожена хотя и значительно уменьшилась и ослабла но она уже не является не социалистической во вторых Ленин отмечал что мирное сожительство советского государства империалистических и опять же мы видим что как только перестали проводить эту борьбу хрущевская концепция мирного существования как раз говорила о том что никакой борьбы нет борьбы не нужно нужно сотрудничать соответственно победил победила та сторона которая продолжала борьбу поддержка мирового пролетариата разоблачение так называемого культа Сталина проведение так называемой десталинизации значительно ослабило поддержку мирового пролетариата и мы знаем что именно в хрущевский период начались конфликты со странами социалистического лагеря и в самих этих странах начались процессы которые впоследствии привели к распаду мировой социалистической системы и к реставрации капитализма европейских странах поддержка угнетенных наций опять же значит если не поддерживать угнетенные нации они при примыкают к силам реакцион ну собственно собственно что и произошло использовали противоречия в стане империализма вот сейчас казалось бы в стане империализма больших противоречий нет есть одна крупнейшая империалистическая держава но тем не менее мы видим что страны другие страны капиталистического лагеря имеют собственные интересы отличные от соединенных штатов та же самая великобритания и пользуется так сказать случаем для того чтобы осуществить свои интересы и помешать соединенным штатам реализовывать свои их интересы как это видно на примере нынешних событий в секторе газа в израиле секторе газа дальше в третьих ленин своей политики мирного существования придерживался дифференцированного подхода к разным категориям стран капиталистического мира то есть о чем это речь о чем идет речь что есть страны есть империалистические державы есть страны которые которые угнетают империалистические державы вот эти эти страны нужно поддерживать помогать им в их национально освободительной борьбе в четвертых ленинская политика мирного сосуществования есть политика победившего пролетариата которую он проводит в отношении государственным социальным строем ленин никогда не считал что содержание внешней политики социалистического государства исчерпывается политика мирного сосуществования он не раз и всей четкостью указывал что самым коренным принципом внешней политики социалистического государства является пролетарский интернационализм Владимир Ленин говорил советская Россия считает величайшей гордостью помогать рабочим всего мира в их трудной борьбе за низвержение капитализма хрущевская концепция мирного существования уже не предусматривала такой помощи более того такую такого рода сделку прямо предлагал правящего Соединенных Штатов Америки что вы переставите поддерживать рабочее движение в капиталистических странах а мы соответственно вас не трогаем ну как выяснилось отсутствие такой поддержки не привело к тому что Соединенные Штаты оставили в покое более того даже реставрация капитализма как мы видим в России не привела к тому что Соединенные Штаты успокоились не успокоятся до тех пор пока Россия не перестанет существовать в пятых Ленин всегда считал невозможным мирное существование между угнетенными угнетающими классами между угнетенными и угнетающими нациями соответственно это прямо противоположно концепции сотрудничества с империалистическими странами которая была провозглашена советским руководством в период правления Хрущева о чем предупреждали китайские коммунисты и что в итоге и произошло это заключительная часть этой статьи которая заглавлена несколько слов руководству КПСС в порядке Совета Великий советский народ под водительством Ленина и Сталина никогда не склонял головы перед трудностями никогда не становился перед врагом на колени ни в суровые дни борьбы против империалистической вооруженной интервенции ни в пламени отечественной войны ныне в мире сложилась замечательная обстановка благоприятная для революционной борьбы силы социализма стали небывало могущественными а империализм переживает исключительные трудности тем не менее первое в мире социалистическое государство созданное Владимиром Ильичем Лениным ощутилось в положении страны которая столь бесцеремонно помыкает американский империализм а честь социалистического лагеря столь дискредитирована руководством КПСС как же все это может не вызывать величайшей горестью у нас у всех других марксистов ленинцев и революционных народов мира здесь нам бы хотелось со всей искренностью сказать несколько слов руководителям КПСС в порядке совета США это страна самого злейшего империализма стратегическая цель американского империализма покорить весь мир американский империализм бешено подавляет революционную борьбу угнетенных народов и наций он открыто заявляет о своем стремлении вернуть восточную Европу так называемое содружество стран свободного мира как вы можете полагать что при осуществлении американским империализма своих агрессивных план покорить весь мир самый тяжелый удар будет нанесен другим а не советскому союзу все в общем так и сбылось восточная Европа вернулась в так называемое содружество стран свободного мира что привело к в некоторых странах скажем так отдельная простойка людей стала жить лучше но в целом положение трудящейся конечно значительно ухудшилось особенно это касается беднейших стран Европы например таких как Болгария которая в общем-то при коммунистах жила бедно но вполне достойна сейчас там конечно жизнь стала значительно тяжелее никаких социальных гарантий речи не идет ну и конечно удар был нанесен советскому союзу и мы знаем об этом что мы наблюдаем сейчас была мечта империалистов строить братские народы советского союза друг с другом что в общем-то они сделали натравили по сути дела украинский народ на русский народ сша империалистическое государство а ссср социалистическое как вы можете полагать что эти государства два государства с диаметрально противоположным общественным строем могут осуществлять какое-то всестороннее сотрудничество с этим сотрудничеством что носились и Горбачев потом и Ельцин носился и даже уже буржуазное правительство Российской Федерации и ни о каком сотрудничестве речи не идет да то есть сша понимают только одно абсолютное подчинение если этого подчинения нет то они прибегают к силе для того чтобы восстановить свое господство раз в отношениях между сша и другими империалистическими державами преобладают распри обман и интриги раз сша стремятся подчинить себе эти державы то как вы можете полагать что империалистические соединенные штаты могут тужиться социалистическим советским союзом товарищи из руководства КПСС подумайте хладнокровно разве на американский империализм можно будет положиться в случае если в мире поднимется шторм нет нельзя полагаться ни на американский ни на какой-либо другой империализм нельзя полагаться на реакционера действительно надежными союзниками советского союза являются только братские народы социалистического лагеря братские марсинско-ленинские партии угнетенные народы и нации нет советского союза остались только отдельные страны социалистического лагеря марсинско-ленинские партии в капиталистических странах находятся тоже либо в состоянии глубокой ревизии марксизма либо слишком малочисленные для того чтобы оказывать существенное влияние но угнетенные народы и нации продолжают свою борьбу против американского империализма и именно эта сила сейчас пожалуй является основной то есть антиимпериалистическая борьба то что необходимо поддерживать то что необходимо развивать и по сути дела то что сейчас происходит в нашей стране это тоже своего рода национально-освободительная борьба борьба против американского фашизма на экспорт и мы как коммунисты должны поддерживать и поддерживаем эту борьбу опираясь на ленинские принципы внешней политики спасибо поступили вопросы так вопросы в чем причина вооруженных конфликтов между Вьетнамом и Китаем между СССР и Китаем так значит ну по так сказать в теории никаких конфликтов между социалистическими странами быть не должно по факту да эти конфликты возникают но как мы знаем всегда есть некоторый зазор между реальностью и идеей между реальностью и идеей поэтому в любой стране в том числе в социалистической стране есть противоречия есть разные силы в том числе и силы реакционные и постоянно идет борьба между силами прогресса и силами реакции поэтому нет скажем скажем так возможности осуществления тотального контроля за тем что происходит ни в одной стране нет поэтому причиной таких конфликтов в общем плане наверное является то что идет борьба тенденций борьба в том же Китае который находится в переходном периоде от капитализма к коммунизму между тенденциями к возврату капитализму и собственно говоря к построению социализма и следствием того что действуют различные силы вот и является возникновение в том числе такого рода конфликтов между СССР и Китаем да конфликт возникал в связи с тем что опять таки китайцы китайские коммунисты считали что политика так называемого невмешательства является предательством интересов стран суслагеря речь шла о невмешательстве в конфликт Китая и Индии и соответственно поскольку Китай считал что в СССР взяла вверх реакция ревизионисты соответственно это уже не вполне социалистическая страна и соответственно возник вот этот вот конфликт прокомментируйте результаты референдума в Венесуэле с включением во включении части Гаяна не могу прокомментировать не владею этим вопросом но Венесуэла не является социалистической страной поэтому собственно говоря наверное не совсем имеет отношение к теме нашей сегодняшней лекции а прав являлась внетемной нацией ну внетемные нации тоже могут воевать между собой мы знаем же конфликты это один один из вариантов когда мы рассматривали вопрос о ленинской концепции справедливых войн в том числе Ленин приводил свои классификации войны между двумя угнетенными странами империалисты готовы вернее скажем постоянно стравливают между собой угнетенные страны для того чтобы они не объединялись а воевали между собой оправданы ли военные союзы между капиталистическими и социалистическими странами ну они оправданы если речь идет о борьбе с гегемоном мирового империализма да правда спасибо записавшись на выступление нет приблизительно что если вы позволите я могу продолжить по третьему вопросу небольшое выступление есть замечательный пример в истории когда коммунистический советский союз заключил соглашение с империалистическими ведущими империалистическими державами Соединенных Штатами Америки и Великобританией военный союз в борьбе с большим еще страшным злом это фашизм германским германским пожалуйста исключительность уважаемые товарищи сегодня мы открыли новую для нас тему до этого не рассматривали в таком ключе положение кручевской политики для нас конечно образцом примером и руководством является ленинская внешняя политика она вытекает из основных положений марксизма она вытекает изучение классовой борьбе о диктатуре пролетариата соответственно мы должны ей руководствоваться ну и в перспективе после установления диктатуры пролетариата восстановления советской власти и восстановления социализма в нашей стране придерживаться ленинских принципов внешней политики спасибо Лекция на этом закончилась объявление встречаемся следующий четверг тема занятия противоположность экономических интересов в современном мире лекцию читает кандидат технических наук Кирилл Валерьевич Юрков Кирилл Валерьевич Юрков Кирилл Валерьевич Кирилл Валерьевич